Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 300 000 запчастей по отличным честным ценам, а на складе компании «МотоСтронг» десятки мотоциклов, привезённых из Европы. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется. Мы продаём мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Первый обзор французского турбодизеля 1.5 DCI мы делали более трёх лет назад. За это время у нас накопилось много новой и полезной информации, которую мы вам сегодня хотим рассказать. Итак, встречайте всеми любимые K9K. Если вы не знакомы с этим мотором, то кратко расскажем о нём. Этот мотор появился в 2001 году. Большинство версий этого мотора турбированные, но есть редкие атмосферные версии. Этот мотор создан на основе чугунного блока. В нём легкосплавное ГБЦФ, который один распредвал и 8 клапанов. В приводе клапанов гидрокомпенсаторов нет, а в приводе ГРМ зубчатый ремень. Все версии этого двигателя оснащены топливной системой типа Common Rail. Первоначальным поставщиком топливной аппаратуры была компания Delphi. Примерно в 2006 году появились варианты Siemens Continental. С 2015 года некоторые двигатели 1.5 DCI перешли на топливную аппаратуру от компании Bosch. Эти двигатели выпускаются до сих пор. Самые его свежие варианты соответствуют Евро-6 и оснащены впрыском мочевины, выпускной коллектор и в целом обвешаны большим количеством экологических систем. Этот двигатель до сих пор устанавливается на огромном количестве автомобилей Renault, Dacia и Nissan. Также этот мотор под обозначениями ОМ607 и ОМ608 устанавливается на дюжине компактных мерседесов от А-класса до GLA, а также на Infiniti Q30 и Suzuki Jimny. За 20 лет выпуска мотор K9K механически практически не изменился. Но если вы будете покупать блок цилиндров для этого мотора, то надо учесть важную особенность. Первоначально стартер располагался с правой стороны блока, то есть со стороны моторного щита, но затем его переместили на левую сторону, то есть со стороны радиатора. А как же обстоят дела с надёжностью у этого супер распространённого турбодизеля? В целом он надёжен и не подводит людей, которые ему доверились. Если менять в нём масло по регламенту каждые 10 000 км и хорошо обслуживать, то этот двигатель до чистки клапана EGR пройдёт до 300 000 км. Тем не менее замученных экономий на обслуживании моторов K9K хватает, и вот тогда начинаются проблемы и поломки, о которых мы сегодня подробно расскажем. А сейчас мы вам расскажем и покажем все три возможных варианта топливных систем для двигателя K9K. В принципе, эти системы схожи и обладают хорошим ресурсом. То есть при заправке хорошим топливом форсунки ходят более 200 000 км. Двигатель с изношенными форсунками плохо запускается. Это происходит из-за чрезмерного слива топлива в обратную магистраль. То есть давление в топливной рампе, которое требуется для запуска двигателя, нагнетается медленно. Топливную систему Delphi получили двигатели мощностью от 68 до 90 лошадиных сил. При эксплуатации мотора с топливной системой Delphi нужно обязательно устанавливать оригинальный топливный фильтр под маркой Delphi. Он обойдется 25-30 долларов. Форсунки Delphi электромагнитные и полностью ремонтопригодные. На корпусах форсунок нанесен двадцатизначный корректировочный код. Но замечено, что топливная система Delphi не сильно зависит от того, ввели ли вы этот корректировочный код после замены форсунок. Но если вы поменяли форсунку на бэушную, то лучше ввести этот корректировочный код, потому что он запустит процедуру сброса старых адаптаций. Замечено, что со временем двигатели K9K с топливной системой Delphi долго и плохо запускаются. Это происходит из-за того, что в линию обратки попадает воздух. Затем ТНВД завоздушивается, потому что линия обратки проходит через него. Чтобы предотвратить завоздушивание, в линию обратки встраивают обратный клапан, который предотвращает отток топлива. А в 2006 году появились версии двигателя 1.5 DCI мощностью 103-110 л.с. Такие моторы оснащены топливной системой от компании Continental. Вместе с ней пришли пьезофорсунки. У пьезофорсунок есть недостаток. Пьезоэлемент выходит из строя. Если он неисправен, то придётся менять форсунку. Как мы уже говорили в нашем обзоре про Renault Duster, топливные форсунки от компании Continental некоторые можно купить за $140-$160, но на половине этих моторов стоят более дорогие инжекторы, которые стоят по $240. Если форсунки Continental изношены механически, то их можно отремонтировать и отрегулировать. Кстати, действительно отрегулировать форсунки Siemens можно прямо на моторе. Для начала надо вычислить льющую форсунку. Об этом скажет корректировка подачи топлива. Она будет меньше единицы. Затем взять ключ на 25 и начать ослаблять эту гайку, пока коррекция не приблизится к единице. Если форсунка не доливает, то есть коррекция больше единицы, то тогда эту гайку надо закручивать. Конечно, такая регулировка не панацея – на 1-2 года её хватит. Затем весь комплект форсунок лучше ввести на ремонт. После установки обязательно надо прописать корректировочные коды. Отметим, что моторы K9K с топливной системой Continental по мере износа форсунок могут неровно работать, то есть строить после холодного запуска в мороз. Но умельцы придумали несколько вариантов решения этой проблемы. Первое – это можно установить обманку в цепь датчика температуры топлива, второе – это можно подкорректировать прошивку блока управления, а третье – это можно направить обратную магистраль от форсунок прямо в топливный бак. То есть, если мотор K9K после холодного запуска начинает нестабильно работать, отключите обратную форсунку перед обратным клапаном и опустите шланг в ёмкость. Если холостой ход выровнялся, то тогда можете смело удлинять шланг до топливного бака. Отметим, что можно провести экспресс-диагностику пьезоэлемента. Сопротивление должно быть в норме 200 000 Ом, минимум – 170 000 Ом. Ну а если мультиметр позволяет, то можно проверить ёмкость пьезоэлемента. В норме должно быть минимум 3,8 микрофарада. С 2012-го модельного года некоторые версии двигателей K9K для моделей Clio, а также для европейских Captur, европейских Sandero и Logan второго поколения перешли на топливную систему Bosch. Эти двигатели развивают 75 и 90 лошадиных сил. Как видите, здесь установлен ТНВД Bosch TP4S1, который может не пережить езду на пустом баке. Этим он отметился в первые годы выпуска, т.е. начинал стругать стружку из пары трения кулачок-толкатель. Кстати, новые оригинальные электромагнитные форсунки Bosch для моторов K9K можно приобрести за 160 долларов штука. На двигателях K9K используются турбокомпрессоры фирмы BorgWarner и Garrett. На маломощных версиях используются турбины с перепускной заслонкой. Есть даже вот такие простые версии BV35 без внешнего управления. Т.е. только избыточное давление в холодной улитке приводит актуатор, который открывает заслонку в чугунной улитке. В основном все турбокомпрессоры на двигателях K9K даже в мерседесовском исполнении управляются пневматическими клапанами. Это касается и турбин с геометрией. Вот, например, таких, как вот эта BV39, которую сняли с автомобиля Nissan Qashqai. На моторах 1,5 dc мощностью до 100 л.с. турбины с геометрией не используются. Например, вот этот Garrett GT 1241 был снят с автомобиля Renault Clio 2013 года. Мощность его – 90 л.с. Проблемы с турбокомпрессором двигателя K9K начинаются из-за проблем со смазкой вала их ротора. То есть регулярная замена масла, а также внеочередная замена масла после принудительного прожига сажевого фильтра значительно продлит жизнь этим турбинам. Также владельцам автомобилей с двигателем K9K знакома проблема с передувом. Обычно виновником является заклинившая геометрия турбины. А в случае с турбинами с перепускной заслонкой виновником может быть пневмоклапан, который управляет актуатором заслонки, а также лопнувшие вакуумные трубки. Сегодня в разборе популярнейшего французского мотора нам поможет Александр. Мы начинаем нашу разборочку. Интервал замены ремня ГРМ на двигателях K9K варьируется. На самых первых вариантах этого мотора он составлял 60 000 километров или четыре года. Затем интервал был увеличен до 90 000 километров и шести лет. На самых последних версиях этого двигателя интервал составляет 180 000 километров. По сути, изменился сам ремень. Его срок службы был увеличен. Ремень меняется просто, но надо использовать специальный стопор распредвала. Перед финальным натяжением надо ослабить три винта на шестерне распредвала. Благодаря фиксатору распредвал остается неподвижным. Ремень ГРМ приводит насос системы охлаждения. Если помпа оригинальная, то она легко ходит 250 000 километров. На немалом количестве автомобилей, выпущенных до 2010 года, двигатель 1.5 DCI выдавливал масло через масляный фильтр. Либо же при замене масляного фильтра обнаружилось раздутие дна его корпуса. Эта неприятность случалась зимой, а причина в излишнем давлении масла. Виновником является редукционный клапан масляного насоса. Он заклинивает и не сбрасывает излишнее давление масла. Заклинить он может из-за грязи, то есть из-за подгоревшего масла или же из-за стружки в масле. Аналогичные случаи случались после капремонта, если на двигателе К9К установлен неоригинальный масляный насос. Добавим, что в таких случаях масло выдавливается очень быстро. Если эта неприятность случалась после запуска мотора, то многие водители слышали шум от напора выдавливаемого масла. Но если эта неприятность происходит во время движения, то узнать о ней можно только по красной масленке. Любопытно, но индикатор низкого давления масла загорается только тогда, когда давление смазки снижается до 0,3 барра, а скорость работы двигателя должна составлять 1600 оборотов в минуту. То есть такие параметры залиты ВБУ по умолчанию. То есть красная масленка срабатывает уже тогда, когда двигатель серьезно пострадал из-за отсутствия смазки. Добавим, что умельцы уже нашли способ изменения нижнего порога срабатывания индикатора низкого давления. Но штатный датчик все равно подаст сигнал при крайне низком давлении смазки. Двигатель K9K не оснащен гидрокомпенсаторами, поэтому при пробеге более 250 000 км он может зацокать клапанами. Придется регулировать тепловые зазоры. Для этого понадобится подбирать толкатели нужной толщины. Номинальные зазоры впускных и выпускных клапанов 0,2-0,4 мм. Довольно горячая тема для обсуждения – это износ распредвала и его постели. Также встречается износ кулачков распредвала, как правило, с 6-го, 7-го и 8-го. Износ происходит на фоне экономии на моторном масле, т.е. из-за увеличенных интервалов замены масла, а также при эксплуатации мотора на низком уровне масла. Если зазоры под крышками распредвала увеличиваются, то в системе смазки снижается давление. Есть мнение, что из-за этого изнашиваются и проворачиваются шатунные вкладыши. Это касается двигателей, по наблюдениям, которые были выпущены до 2009 года. Кстати, новый распредвал для этого двигателя стоит менее $100. Распредвалы одинаковые, но есть различия в установленных метках для датчика положения распредвала. Есть два варианта – одна метка, либо две. Ну а если царапины образовались на постели распредвалов, то тогда надо задуматься о замене ГБЦ. Ну а если дошло до износа распредвала, то тогда придётся менять масляный насос. Скорее всего, его шестерни изношены, то есть его производительность снижена. Здесь у нас всё выглядит радужно, никакого чёрного масляного налёта. Кулачки тоже не изношены, но вот пятая шейка и её опора уже с признаками минимального износа. С ГБЦ у нас полный порядок и никаких нареканий эта деталь мотора К9К не вызывает. По состоянию отличный хон, никаких задиров и даже нет нагара на поршнях. Иногда к мотористам приезжают автомобили с этим мотором и жалобами на жор масла. Вообще, дизельные моторы не склонны к расходу масла, но если это происходит, то масло может расходоваться через турбокомпрессор, через систему вентиляции картера и в самую последнюю очередь через цилиндропоршневую группу и маслосъёмные колпачки. Если после запуска двигателя выхлопные газы сразу пахнут маслом, то, скорее всего, масло расходуется через поршневые кольца и маслосъёмные колпачки. А если запах масла и серый дым иногда вместе с каплями масла появляются при прогазовке, то тогда масло может сочиться через турбокомпрессор или систему вентиляции картерных газов. В этом случае надо обратить внимание на впуск. У дизеля там в норме всегда небольшой налёт масла. Изношенный турбокомпрессор легко определить по люфту крыльчатки и по ручейкам масла в горячей и холодной части турбины. Иногда большое количество масла может скопиться в интеркулере. Чтобы проверить систему ВКГ, снимите трубку от клапана ВКГ до впускного тракта, заткните её в направлении впуска, хорошенько прогазуйте. Если мотор перестал дымить, то значит в камеры сгорания перестало поступать масло, высасываемое из системы вентиляции картерных газов. Если при прогазовке дым повалил из сапуна в клапанной крышке, то это значит, что в картере газов много что указывает на износ цилиндропоршневой группы. Ну а сейчас мы вам расскажем про два варианта масляного насоса для двигателей К9К. Первоначальный вариант – это насос шестерёнчатый. Но последние несколько лет для двигателя К9К продают насос современной лопастной конструкции, то есть насос шиберного типа. Этот насос имеет изменяемую производительность. Причём производительность меняется пассивно в зависимости от температуры моторного масла. Новый шиберный масляный насос на полностью холодном двигателе на холостом ходу создаёт гораздо большее давление, чем шестерёнчатый. Он создаёт давление 4 бара, а это значит, что все пары трения на холодном двигателе смазываются и защищаются лучше. Затем, когда двигатели масла прогреются, давление снижается до привычных 1,1 бар на холостом ходу. Вообще минимальное давление в системе смазки двигателя К9К должно быть 0,8 бар или же 3,4 бара при 4000 оборотах в минуту. Давление можно узнать только с помощью манометра при диагностике, либо же установить датчик давления и вывести манометр и дисплей в салон. В принципе, так многие владельцы автомобилей с мотором К9К и делают. Новый шиберный насос можно установить вместо старого, и он крепится на двух вот таких длинных винтах. Хороший был мотор, но заболел своим самым главным недугом – двигатели К9К. первых версий страдали от износа и проворота шатунных вкладышей. Эта неприятность происходила при больших пробегах, т.е. после 100 000 километров и на машинах, которые были привезены из Европы. Дело в том, что регламент замены масла в Европе для этих двигателей – 30 000 километров, что никак не добавляет здоровья ни вкладышам, ни мотору. Кроме того, с 2009 года шатунные вкладыши были усилены. Поэтому если на моторе К9К заменены шатунные вкладыши и масло меняется каждые 10 000 километров, то об износе шатунных вкладышей можно забыть на 250 000 километров и более. Кстати, пару лет назад каталожный номер шатунных вкладышей опять обновили. Этот комплект стоит 70 долларов, есть заменители в трое дешевле. Кстати, шатунные вкладыши меняются легко – они становятся доступны после снятия поддона. Но после замены очень важно с правильным усилием затянуть болты шатунных крышек. Они должны быть затянуты с усилием 20 ньютон-метров, а затем с доворотом на 45 градусов. Также есть мнение, что износ шатунных вкладышей шеек распредвала и его постели на двигателях К9К с расположением стартера сзади связан с тем, что очень много масла уходило в канал, который направлен на цепь маслонасоса. После модернизации блока, то есть когда стартер перенесли вперед, от этого канала избавились, а цепь маслонасоса смазывается маслом, которое капает с коренного вкладыша. При таких условиях всем парам трения хватает масла и давления. Но, похоже, ключевой момент в качестве масла и в интервалах его замены. У нас сегодня мотор 2011 года рестайлинговый и четко все шатунные вкладыши изношены, а два вкладыша намертво приварились к шатунам. Вдобавок все шейки коленвала поцарапаны, а коренные вкладыши выглядят как новые. Обратите внимание на закоксованные маслосъемные кольца, но они подвижны. Все-таки у этого мотора был масложор, это еще видно по нагару на жаровом поясе. А вот это вкладыш первой опоры коленвала. Здесь виден износ, но он появился скорее всего из-за того, что коленвалу было очень сложно вращаться и он изгибался. Верхние коренные вкладыши тоже как новые. Разборка закончена. Что можно сказать? В общем, двигатель 1.5 DC классный, но просто требует замены масла каждые 10 000 км. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км. Км. с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».